Мама потратила все деньги от продажи квартиры, а теперь заявляет, что я должна ее содержать. Моя мама считает меня неблагодарным существом и отказывается общаться со мной, хотя сама долгое время вела себя не самым лучшим образом и не поддержала нас в трудную минуту. Сейчас расскажу все по порядку. Примерно пять лет назад у нас с мужем был тяжелый период. Он был в поисках новой работы, потому что на старом месте сменилось начальство и условия труда перестали его устраивать. Пришлось подыскивать новую работу. К сожалению, это не все трудности, с которыми нам тогда пришлось столкнуться. Я сильно заболела, потребовались дорогостоящие лекарства, частые обследования. Своей квартиры у нас тогда не было, снимали однушку. Съемное жилье тогда тоже сильно било по нашему карману. Муж даже хотел было брать кредит, потому что в какой-то момент денег просто не было, но к нам на помощь пришли его родители. «Живите у нас, пока все не устаканится. Мы ведь не чужие люди», – предложила свекровь. Это решение казалось единственным выходом, чтобы не увязнуть в долгах и еще больше не ухудшить наше финансовое положение. Примерно в это же время моя мама вступила в наследство. Ей досталась дедушкина квартира. Ни секунды не раздумывая, она решила пустить в нее квартирантов. «На одну пенсию сейчас не проживешь, а так у меня хоть будет стабильный доход», – сказала она. «Я ее не осуждала, деньги сейчас всем нужны». Так мы прожили с родителями мужа почти год. Жили в тесноте, ютились все в их крошечной квартире, зато смогли выбраться из финансовой ямы и подкопить немного денег. Когда у мужа с работой все наладилось и был стабильный доход, мы решили съехать снова на съемную квартиру. Мы все подсчитали, нашего совместного дохода хватало и на оплату съемной квартиры, и на то, чтобы каждый месяц откладывать деньги. Тем временем мамина квартира, которую она решила сдавать, пустовала. Дело в том, что ей попались недобросовестные квартиранты. Соседи постоянно жаловались на шум в квартире и постоянные гулянки, поэтому ей пришлось с ними распрощаться. «Я, конечно, не ожидала, что мама предложит нам снимать жилье у нее. Квартира простаивает, а за нее тоже чем-то надо платить», – жаловалась она. Мы согласились, но мама заломила цену, мягко говоря, не совсем семейную. Мы все равно стали снимать квартиру у нее, потому что у нас было не так много времени на поиски жилья. Я посчитала, что лучше отдам эти деньги маме, чем кому-то чужому. Более того, мы сделали в этой квартире небольшой ремонт, обновили обои, немного подлатали старую мебель, что-то и вовсе купили новое, технику я в расчет не беру. Конечно, я надеялась, что потом эта квартира достанется мне. Но у мамы были свои планы, в которые она нас посвятила только тогда, когда уже собралась нанимать риелтора для продажи. «Я решила продать эту квартиру. Я получаю от вас сущие копейки, а так смогу отложить себе сразу крупную сумму на безбедную старость», – заявила она. Конечно, мне было очень обидно. С другой стороны, я могла понять маму, но мне еще было жалко тех денег, которые мы вложили в ремонт. Хоть там была и не заоблачная сумма, но для нашей семьи все же большие деньги. «Давай просто выкупим у твоей мамы эту квартиру», – предложил муж. Наши свекры, конечно, были в шоке от того, что я собираюсь выкупить квартиру у родной матери, которая при этом даже не хотела сделать нам скидку. Сказала, что ниже рыночной цены она продавать не собирается. К счастью, к тому времени мы уже накопили небольшую сумму, которой вполне хватало на первоначальный взнос, и взяли ипотеку. Что касается моей мамы, она была на седьмом небе от счастья от того, что на ее счет капнула такая внушительная денежная сумма. Я думала, что мама положит эти деньги на депозит или еще как-то ими распорядится, чтобы их не растратить. Но она сделала все в точности наоборот. Маме приспичило сделать ремонт в своей квартире, обновить всю мебель, технику. На этом дело не закончилось. Мама еще обновила себе весь гардероб, а потом купила себе путевку на море. Легко догадаться, что от тех денег осталась лишь малая часть. После покупки квартиры я с мамой общались мало, да и ей было тоже не до нас. У нее ведь то ремонт и то отдых, куда уж ей до нас. И скажу честно, мне было все-таки обидно, что у меня с мамой сложились такие рыночные отношения. У меня пока своих детей нет, но я просто не представляю, чтобы я так относилась к своему ребенку. Я не говорю, что родители должны предоставлять детям все готовое. Но в те моменты, когда нам было действительно трудно, от мамы я не получала даже элементарных слов поддержки. Прошло время. Мы с мужем практически распрощались с долгами. У нас остались лишь обязательные платежи по ипотеке. Но эта сумма не столь велика. Выходит, даже намного дешевле, чем платить за съем. В общем, жизнь стала налаживаться. Тут объявилась моя мама, которая заявила, что я обязана ее содержать и помогать ей деньгами. Видите ли, все накопления она уже потратила. А теперь ноет, что пенсии снова не хватает на все ее нужды. Когда я напомнила ей, что она сама растратила все деньги, которых при грамотном распределении вполне могло бы быть достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться, она устроила мне истерику и назвала меня неблагодарным существом, бросила трубку и не отвечает на мои звонки. Что самое интересное, всем своим знакомым она рассказывает, что квартиру она мне подарила, а дочь неблагодарная оставила мать без средств на существование. На этом завершается наша жизненная история. Спасибо, что уделили ей время. Спасибо, что уделили ей время.